Саляму алейкум, достопочтенная публика! С вами Анатолий из магазина Жарпарком. И сегодня будет для меня очень тяжелый, ответственный ролик. Я обучу вас всему тому, что я знаю сам, о том, как монтировать, рассчитывать дымоходы, какие у них есть особенности. И расскажу всякие лайфхаки, которые есть у монтажников. Дымоходы будут... расскажу вам и о дымоходах, которые ставятся в печи, для печей в дом. Не в коем образе не кирпичные, я в кирпичах не разбираюсь, а обычные стальные дымоходы. Это могут быть камины, могут быть печи в дом горении. В общем, любые дымоходы для печей из стали. А также расскажу о том, как ставить дымоходы для банных печей, опять же-таки не кирпичных, а стальных. Это могут быть чугунные печи, могут быть печи из нержавейки, могут быть печи из углеродки. Все равно. Сразу заранее хочу сказать, что у меня есть гадкая особенность. Я иногда, когда думаю, говорю слово... Ну, понимаете, у человека свои особенности. Если я где-то напортачу, у меня просьба указывать в комментах, что я сказал по вашему мнению неправильно. И также, если есть какие-то вопросы, то тоже задавайте в комментах, я отвечаю быстро и оперативно. Следующий момент, значит... Я как бы набросал некий план, к которому я буду все рассказывать. И внизу, чуть выше комментов, к описанию к видео, я сделаю разбивку по тому, что рассказываю. Потому что тот, кто ставит печь для бани, ему совершенно не нужно знать и терять время на то, чтобы смотреть видео о том, как ставится печь в дом. Там есть общие черты, но есть некие особенности, о которых надо знать. В общем, все это будет разбивка по времени, будет внизу ролика. Ну, в общем-то, сначала я все нарисую, напишу. Там будут многие непонятные вещи, потому что, ну, когда рисуешь, лучше смотреть фотографии там и прочее, чтобы показывать. Поэтому сначала я все нарисую, а потом уже буду показывать всякие непонятности, которые возникают у людей. Еще раз, ролик – это абсолютно все мои знания, которые я имею. Я его делаю специально. Почему? Потому что одно и то же приходится рассказывать по телефону. Или отсылать на какие-то ссылки, показывать. Ну, в общем-то, я думаю, то, что после этого ролика вопросов о том, как поставить, дымоход не будет возникать ни у кого. Ну, время сейчас такое, кризисное. Так что, если вы хотите сэкономить там порядка 800 долларов, это стоимость монтажа, обычного монтажа в доме из древесины, да, то и там баня, то лучше все посмотрите и дальше действуйте по плану. Сэкономите денег, в общем-то. Так что, если понравится, ставьте лайк, распространяйте. Ну, в общем, что вам рассказывать. Ну что, поехали. В первую очередь, я хотел бы остановиться на таком тонком моменте, как тройник. Объясню, почему. Потому что мы будем рассматривать два типа дымохода. Один дымоход прямой, другой дымоход боковой. И достаточно часто у людей есть такое непонимание, для чего используется 45-градусный отвод, для чего 90-градусный отвод. В чем вообще разница? Смотрите. Вот. Бывает иногда так. То есть, я рисую, как бы, дом, какое-то помещение, если смотреть на него не сверху, а сбоку. Вот у вас сверху идут лаги. То, на чем крепятся кровли. Как-то вот они там идут, расположены полстые бревна. Их пилить для того, чтобы вставлять проходной узел, ну, чтобы выйти на крышу или дальше, нельзя. Потому что, ну, крыша рухнет. Но если у вас некуда поставить печь, кроме как в этот вот угол, вот она, печь, такой вот прямоугольник, и нет возможности выйти в бок, вот сюда, то вам надо каким-то образом пройти вот в эту вот часть. Для того, чтобы пройти в эту часть, используются два варианта монтажа. Первый вариант монтажа – это выводить дымоход вот так вот. Потом ставить, допустим, 90-градусный изгиб или 90-градусный изгиб с конденсатом. И идти вот так вот. Это первый вариант. Второй вариант, ну, та же самая картинка, да? Второй вариант – это когда идет дымоход. Так, здесь ставится 45-градусный изгиб. Здесь ставится 45-градусный отвор. И между ними там соединяется трубой. Этот изгиб может быть так же со сливом сажи, деталь. И тоже вот так вот идти. Так вот, в каких случаях что ставится? Значит, если вот этот вот участок короткий, то есть там буквально полметра, то можно поставить 90-градусный изгиб. Ничего страшного не будет. Другое дело то, что в этом случае, что в этом, вам нужна будет какая-то опорная колонна. Это может быть стальной, какой-то из уголка сваренный кронштейн. Ну, такая вот штука, да? Которая на пол опирается, чтобы дымоход не упал вниз. Либо какая-то колонна из кирпича. Сделана, выложенная таким образом, чтобы можно было вытаскивать там кирпич в верхнюю часть и прочищать. Вот. 45-градусный изгиб используется в тех случаях, когда расстояние между печкой и вот этой частью, вот это вот расстояние, очень большое. То есть где-то метр или там полтора. Почему используется вот эта вещь? Потому что, если у вас пойдет прямая часть дымохода параллельно полу, то ее расстояние максимально возможное, при которой будет как один метр, так же как и вот это вот расстояние, на которое вообще можно что-то ставить, ну, параллельно полу или под каким-то изгибом, это 2 метра. Насчет 2,5 не уверен. Если же у вас здесь больше, чем 2 метра, то у вас просто тяги не будет. Окошко у печи, да, есть дверка. То есть весь дым будет входить в дом. То есть вы ее суда точно не поставите, и будет все очень плохо. То есть надо искать другое место в печи. Теперь непосредственно о том, как устроен 90-градусный тройник. Это может быть сэндвич тройник, а может быть одноконтурная труба. Или просто 90-градусный изгиб. Он у хороших производителей не сделан вот так вот. Потому что когда здесь идет дым, он ударяется об стенку, и идет обратно. Выходит обратная тяга. У хороших производителей эта часть дымохода, деталь выполнена либо вот так, либо вот так. Вот этот вариант предпочтительный. То есть он хоть на 90 градусов изгибает, но у него есть под определенным углом изгибы, чтобы дым не отбивался об стенку, а уходил вверх. В общем, вот эти вот тонкости, просто я сразу о них предупредил, для того, чтобы у вас не было ложного понимания, там, а почему 45 градусов, а почему 90. Просто 45-градусный отвод, он очень тяжел в монтаже, если у вас нужно выйти в стену, то есть вот сюда. потому что здесь будет проходной короб с отверстием, и вот когда он под углом входит, вот этот вот всякий вот расчет тонкости, отверстие имеет определенный диаметр, да, то есть, ну, это просто чуть сложнее монтировать. В общем, вот такие вот тонкости. Значит, дальше, это вот просто общее, для всех 45-90 градусных отводов, то есть, просто вот общее. Теперь, буду рисовать для тех, кто ставит печь в дом. Существует два варианта монтажа, один вариант, это вариант, когда идет дымоход прямой, и второй вариант, когда дымоход идет через улицу на кронштейнах к стене, значит, прямой дымоход. Такие, допустим, у вас стандартный вариант, вот у вас идет кровля, вот у вас идет подчердачный помещение, вот у вас стена. Значит, у каждой печки есть свои высоты, вы берете ручку, карандаш, бумажки, это то, что вы должны сделать, прежде чем вообще покупать домах, нарисовать печку. Дальше, после печки, 90% печей для дома, они уже монтируются, ну, идут в продаже с заслонкой, редкие печи идут без заслонки, это обычно камины, и обычно это маленькие печи, самые маленькие-маленькие, типа керна, или там, типа золушки. То есть, вам нужно после того, как вы поставили печь, поставить заслонку. Заслонка обычно увеличивает высоту на 5 см, не больше. После заслонки обязательно надо поставить кусок полметровой голой трубы. После голой трубы идет деталь, переход с трубы на сандвич. Это рюмк называется. На контурной трубы, на двухконтурной. Вот тут после того, как вы это поставили, вам нужно посчитать вот этот размер, высоту. Рюмка вообще не увеличивает, не уменьшает дымоход. Она 0 см дает. Это обычная переходника. Значит, вам нужно посчитать вот эту высоту. Это высота печки, высота трубы, высота заслонки. Допустим, это будет x. Дальше вам нужна вот эта вот высота. Это будет высота y. И вам нужна вот эта высота. Пусть будет высота z. Зачем вам мы сейчас будем проводить вот этот расчет? Нам нужно сделать так, чтобы в межэтажное перекрытие входил сэндвич и голая труба. Разные варианты бывают, разные высоты. Бывают дом невысокий, короткий, низкий. И вам нужно сделать так, чтобы сэндвич обязательно входил вот сюда, а не голая труба, потому что это пожароопасно. Вообще запомните самую пожароопасную точку, это проходной узел. Значит, количество необходимых сэндвич рассчитывается по формуле. Напишу ее. Это высота y плюс 0,5 метра минус x равняется некому числу. Допустим, это число у вас вышло 2,20. 2 метра 20 сантиметров. Вам эту высоту надо, то есть вот это число нужно увеличить в большую сторону до 2,5-3, так как модули дымохода имеют высоты стандартные 2 метра и 3 метра. То есть метр и метр и полметра. Дальше берем и рисуем вот так вот сэндвич. Вот это 0,5 обозначает, что высота вашей конструкции из сэндвича должна быть на полметра выше конька. Дальше идет вот такая вот деталь, зонтик лучше всего с дефлектором, то есть то, что будет отбивать искры. Вот этот вот зонтик крепится не очень жестко, для того, чтобы его можно было снять, потому что саживают конденсат, он обычно как клей, и зонтик не оторвать. Значит, дальше, то есть у вас здесь стоит 3 сэндвича, давайте их нарисуем, раз, два, три, 3-метровых сэндвичей. Так, они проходят через проходной узел, то есть вырезается квадрат, в него вставляется специальная деталь, называется он проходной узел. Дальше, на крышу ставится узел, который является проходом через кровлю, он же в простонародье мастер-флэш. Про него будет отдельно видео. Ну, не видео, а я вам расскажу дальше, как это выглядит. Вот сейчас вам просто нужно понять концепцию. Дальше, весь этот дымоход держится на печи, то есть давит на печь. это нормально. Каждый сегмент вот этот скрепляется специальным кольцом тут скрепляется. Дальше, внутри сэндвича проходит труба. Каждый стык этой трубы внутри дымохода. и здесь. Нужно смазывать специальным 1500 градусным силиконовым герметиком, чтобы дымоход был герметичным. При первой растопке этот герметик схватится наверху и спаяет внутри трубы. не будет подсоса воздуха и не будет пламин внутри дымохода. Какие бывают еще прямые дымоходы? Бывают прямые дымоходы, как я рисовал, с отводом в 90 градусов для того, чтобы поставить слив для конденсата. Вещь полезная, но сразу усложняет монтаж. то есть тут вам придется ставить какую-то опору и скажем, камином это точно нужно. Печам дыртного горения, если у вас высота вот эта, вся тоталь не больше 6 метров, тоже она нужна. Если выше, то да, нужна, потому что газы остывают, печам дыртного горения, образуется много конденсата внутри труб и это все стекает. Но если у вас все загерметизировано герметиком, стоят кольца, то ничего не нужно. Все должно выжигаться. Значит, одно изделение желательно не герметизировать для того, чтобы можно было вынуть в печку или демонтировать кусок трубы. Зачем ставить полметра голые трубы? Для того, чтобы на сварочном стыке, они же все со сваркой, смотреть на износ. трубы. Если сварка пошла малиновая стала, ну не малиновая, а внутри искры, это значит, что дымоход пора менять, у вас прогорает дымоход. В общем, это первый вариант монтажа. Другой вариант монтажа тот же самый дом. та же самая печь. Но ее задача выйти на улицу. Каким образом? Опять здесь ставим заслонку, дальше идет полметра голой трубы. у некоторых печах, допустим, огонь-батарея или некоторых каминах, выход можно поставить у печи вот так, можно развернуть и сразу вбок. Ну, возьмем обычную, та, у которой выход не вбок, а вверх, это самый распространенный вариант. Поставили полметра голой трубы, после поставили обычный 90-градусный изгиб, на этот изгиб отделили рюмку переходника, здесь у нас будет вырезано отверстие квадратное под проходной узел, вот сюда вставляется сэндвич сэндвич может быть здесь метровым, а может быть полметра, пишут, метровый либо 0,5 если вы ставите метровый сэндвич, запомните обязательно, что вверх у вас должно быть минимум 3 метра, это важно, иначе тяги не будет, и обязательно ваш конька, если 3 метра должно быть, дальше, можно поставить 0,5, если вот эти расстояния вам позволяют, после этого мы втекаем деталь, лучше всего не 90 градусов сэндвич 90 градусов, а сэндвич 90 градусный с конденсацией сборника, то есть крайний, почему, нет, потому что если в этом варианте у вас дымоход стоит внутри теплого дома, то здесь он идет по холодной улице, и потоки воздуха будут остужать его, как только они будут остужать, то будет образовываться как раз при температура понижается большое количество конденсата, поэтому нужно ставить тройник, дальше, идет дымоход, желательно его ставить конечно выше конька, но это выходит редко, поэтому вам его нужно монтировать максимально высоким, здесь стоит так же зонтик, желательно с дефлектором, да, должен предупредить, что если печь длит нового горения, вы ее выводите вот таким вот образом, то вот здесь будет скапливаться, когда конденсат при отрицательных температурах, то есть печь не постоянно топится, а в каких-то промежутках, будет образовываться вот так корка и сужать диаметр внутренней трубы, огни не будет, поэтому если для бани это хороший вариант, то для дома с пищей длительного горения, вы должны иметь представление, что чем выше вот эта часть, которая на улице, тем более высока вероятность того, что здесь будет конденсат, а если это высота метр, полтора метра, вот это он сейчас, то это не так страшно, чем когда это очень высокий дымоход, и паяльной ванте его не отогреть, оттуда забраться тяжело подниме, так что думайте, нету вообще в дымоходах, ну, дымоходных решениях, каких-то стопроцентов вариантов, что либо будет тяга, либо может не будет тяга, все зависит от опыта монтажника, ну, то есть, вот, одна из опасностей, это именно образование ледяной пробки в печах дыритного горения, у каминных такой проблемы нет, но зато у вас есть дымоход, идет, то есть, плюс его, есть дымоход, идет по улице, и это в разы снижает пожарную опасность, чем когда идет дымоход, вот так, у кого дети маленькие, тоже лучше так монтировать, чем так, потому что дымоход можно, в принципе, обжечься, также проблема с образованием конденсата отсутствует, значит, итак, вот мы поставили здесь дымоход, и сюда надо делать какую-то конструкцию к стене крепить, которая будет держать дымоход, она бывает вот такая, бывает упорная вот такая, и бывает просто квадратная из кирпича или поддерживающая труба, вот, значит, тут, здесь вот мы выстроили таким образом дымоход, какие еще особенности, здесь также используются обжимные пульса, используются пристиновые такие вот стяжки, здесь внутри, здесь стяжки, здесь тоже подчердачное помещение, можно поставить стяжку, в общем-то, это все, что касается монтажа, как идет дымоход, какие нужны расчеты для дымохода, это, я не касался здесь термозащиты, это отдельная вещь, общая, дымохода, посмотрим, теперь, собственно, про банные печи, в ванных печей, в отличие от печей для дома, очень высокая температура горения ребята, у них тоже также монтируются дымоходы вверх, дымоходы боковые, давайте начнем опять с дымохода, который идет вот наша крыша, вот подчердачное помещение, вот парилка, значит, вот печь, опять же, берете ее в высоту, так, дальше, вот этот важный момент, выписываю, здесь прямо вам выпишу, первый модуль после банной печи должен снимать жар с трубы, чтобы труба служила намного дольше, эти модули могут быть, первое, бак с водой, второе, на трубную, теплообмене, третье, сетка, с камнями, сразу скажу, баки с водой закипают только в непродуманных печах, если брать печи с отбойником пламени, то вода не закипает, у печей, у которых отбойник пламени либо отсутствует, либо сделан не очень здорово, да, бак кипит, так, что при покупке печи засовывайте внутрь голову и смотрите, если там отбойник пламени, или если вы делаете самодельную банную печь, делайте отбойник пламени, язык такой, итак, первым модулем идет что-то, то, что снимает жар, опустим, бак, после бака идет заслонка, после заслонки идет перекатник струбы на сэндвич, какие нам расчеты здесь нужны, первое, вам нужна высота вот этой конструкции, вот печь в характеристиках имеет свою высоту, вот этот модуль имеет свою высоту, высота заслонки обычно 5 сантиметров, вот этот 0 сантиметров и так, на контурный другую другую конкурную, назовем эту высоту x, дальше, вам нужна высота потолка, это высота y, и вам нужна высота фундамента до конька, это высота сэндвич, то есть планировании дымохода заключается в том, чтобы вот эта конструкция высота x была выше, чем высота y, ниже, чем высота y, потому что если она будет выше, то у вас голая труба будет проходить в межэтажное перекрытие и баня сгорит, так нельзя делать, чтобы была двухконтурная труба сэндвич, то есть это вы рассчитываете сами на основании высот печи, высот вот этих модулей и высоты поедет. Дальше у вас идет сэндвич, чтобы просчитать высоту сэндвича используется формула высота высота минус вот эта конструкция высота полный полный вот это нам нужно, чтобы выйти выше белка у вас получилась какая-то высота это как раз высота, которая нужна для того, чтобы поставить сэндвич. Она округляется всегда в большую сторону. Соответственно, вам нужно либо метр пятьдесят, либо два метра. Так как сэндвичи, модули сэндвичи либо полметровые, либо метр. Соответственно, допустим, вы берете два метра. То есть вам нужно здесь два сэндвича. Вот один, вот второй. После этого ставится зонтик. И вот вы получаете дымоход для банной печени. Что еще вам потребуется? Вам потребуется мастер-флэш, это резинка на проводе, проходной узел. Все, вы вышли напрямую. Вот он, все, что касается дымохода по прямой. Возможно, здесь нужно будет, ну, то есть не то, что возможно, обязательно надо ставить хомуты. Здесь хомуты, здесь хомуты. Внутри идут одноконтурные трубы. Их нужно на стыках смазать герметиком, чтобы не проходил воздух. И здесь смазать. Кроме одного модуля, чтобы печь можно было демонтировать. Герметик схватывается после растопки. Многие печи, обращая внимание, популярные, там, Ангара-2012, Гейзер-2014, ставятся только на герметик. Потому что там есть некие особенности, чтобы дымоход не катался вот так, вот по стороне в сторону. Смазали герметиком, подожгли всю эту конструкцию. Дымоход нагревается, герметик схватывается, рукой в перчатке держите. Бак прямо. И все схватилось. Буквально за минуту, даже меньше. Дальше. Здесь, в подчердачном помещении, можно поставить кронштейн. В общем-то, вот и все, что касается расчета дымохода по прямой. Дальше. Дымоход. Для бань, которая идет по стене. Печка стоит. Вы хотите ее по улице спустить. Сначала точно такое же. Поехал. Моду для снятия тепла, бара, то что угодно. Сетка скормлена, затем прослонка. Затем 90 градусный сгиб. После него переход с трубы на сэндвич. После него сэндвич. Сэндвич может быть здесь либо 0,5 метра, либо метр. Если метр, то высота конструкции вверх должна быть минимум 3 метра. Иначе будет обратная тяга, и будет печка дымить. Если полметра, там хоть метр нормально будет. Дальше. Следующий модуль идет либо 90 градусный сгиб, но лучше брать всегда сэндвич, тройник с ожистрельем. И дальше нужно посчитать вот эту высоту, чтобы было желательно выше конька. Это выходит редко, но тут надо желательно. То есть у боковой конструкции есть плюс в том, что вся конструкция горячая находится на улице, и это менее пожароопасно, чем когда она в доме или в бане. Но есть другой минус, то что если у вас выходит ниже тканька, потоки ветра будут заходить в трубу, и будет дым. А не всегда можно поставить вот эту конструкцию выше на полметра. Скаты бывают по воде, при строительстве это редко учитывало. Но надо. Дальше идет зонтик, желательно, сожеслило. Здесь опять ставят кольца, здесь желательно поставить хамут, и опорную лечь. Опорная бывает вот такая, варится или продается. Бывает вот такая вот опорная напольная конструкция. Бывает просто колонна из кирпичей или труба зарыграть в землю. Здесь у нас проходной узел. То есть короб проходной. Вот я вам рассказал о том, как в общем-то идет дымоход. Теперь вещь очень серьезная. Термозащита. Давайте вначале разберемся, какие виды термозащиты бывают. Начнем с дедовских и закончим современные. Прямо записываю. Все это в Яндексе смотрится и выбирается. Первое. Кирпич. Отличнейшая, лучшая термозащита, но требует фундамента. Если баня стоит без фундамента, то кровается в пол. Второе. Это нержавейка. Листы нержавейки. Внутри у них проложен лист. Картон-базальтер. Третье. Современный, отличный материал. Называется материал флама. Он же мини-ли. Это листы, которые по толщине где-то чуть меньше сантиметра. Рисованный камень, в отличие от дедовских всяких допотопных листов, которые вызывают раковые заболевания. Это абсолютно не такой материал. Он очень экологически чистый. Пусть это неизвестное. Режется, рубится всем, что же, чем угодно. Он выглядит, в принципе, как гипсокартон, только намного плотнее. Так же точно так же обрабатывается. Четвертое. Ни-чи-ха. Это японский материал термозащита. Один уровень с фламой генеритом, но выглядит по-другому. Он выглядит в виде кирпичиков. То есть это лист. И он как бы имеет структуру кирпича. Здесь лист просто бело-серый. Здесь лист структуру с кирпичами. По цене, в принципе, одинаково. Пятое. В общем-то, я не буду писать пятое, азбест. Дальше. Такие бывают красоты. Красоты сейчас бывают какие-нибудь. Как называется плитка терракорта. Монтируется она на фламу генерит или на кирпич. Выглядит как очень красивая плитка. Посмотрите в Яндексе, любите прямо слово-сочетание. Плитка терракорта. Монтируется на один лист генерита. На специальной жиростойке мастикут. Той же фирмы терракорта. Выпускает ее один-единственный завод в России. Вещь вообще отличная. Все смотрите в Яндексе. Видео есть. Крепится абсолютно так же, как плитка кафе. Мы разобрались, какие бывают виды современной термозащиты. Есть еще термозащита, как-то называется, силунит. Или еще что-то такое. К сожалению, я в этих огнестойких плитах не очень разбираюсь. В силунитах еще что-то. Это не очень распространено. То, что вы можете купить на рынке, на любом строительном, это вот это. Даже ничиху достаточно редко встретить сейчас. А вот эти вот вещи всегда есть. Критка терракорта тоже в банках, магазинах часто встречается. Теперь о том, как монтировать. Монтируется это дело в следующем образом. Опять же, рисую дом. У вас стоит печь. У вас стоит дымоход. Все равно, как в бок или по прямой. Где вам нужна термозащита? Первое. На полу. На том месте, где стоит печка. Еще притопочный лес нужен. Это тоже термозащита. То есть вы ставите печку на некий фундамент. Либо там из кирпича, либо давали стальные ржавейки. Либо два листа флангового генерита, либо на ничиху, либо на нержавейку. В общем, вам что-то нужно на пол поставить. Дальше. Везде, где идет дымоход, нужна термозащита. На расстоянии. Если здесь расстояние меньше 0,5 метра. То есть, если печь, считаем то, что здесь еще одна стена, да, у нас в трехмерном пространстве, то вам нужно по высоте дымохода, если он прямой, вот так вот поставить термозащиту. И с этой стороны поставить термозащиту. Теперь я вам покажу одну вещь, которую я неправильно нарисовал. Специально, чтобы ее показать. Если вы не дотягивали до крыши, ну, не до крыши, а до межэтажного перекрытия термозащиту, у вас здесь остается пустой слой. Допустим, вы ставили кирпичи, и один кирпичик сюда не влез. Вы не хотели заморачиваться с тем, чтобы отшлифовать кирпич и уменьшить его высоту. У вас здесь будет обугливаться древесина от излучения теплового дымохода, и все вспыхнет вот так. Если вы ставите боковой дымоход, то термозащита ставится вот здесь вот, и еще вот здесь вот. Это будет проходной узел в качестве термозащиты. Если у вас полметра, вот эти вот, заканчиваются рядом, и здесь расстояние где-то 10 сантиметров, то и здесь, снаружи дома, вам надо провести термозащиту. Дальше. Вернемся к списку. Кирпич выкладывается стеной. Нержавеет, кладется следующим образом. Вот стена. На эту стену не просто кладется лист нержавейки, а лист нержавейки, внутри которого проложен лист картон-базальт. Потому что нержавейкий лист не выглядит как просто вот такой вот лист. Он выглядит как лист коробочка с бортиками. И вот в эту коробочку с бортиками кладется лист картон-базальта. И на саморезах ритес. Дальше. Плама и минерит. Если вы используете плитку терракот, то вы просто здесь прокладываете лист минерита и прикручиваете, и кладете на мастику плитку терракот. Если вы используете, не используете плитку терракот, то вот у вас стена, так, вы берете один лист минерита, вот он. Прибиваете его к стене, дальше берете второй лист минерита и через втулку длиной один сантиметр делаете вот так, крепите его вот так на саморезах, чтобы здесь было охлаждение воздуха. Потому что минерита плама, это не тот материал, который можно крепить в один слой. То есть, либо должна быть воздушная подушка, либо здесь стоять плитка терракот. Вот, собственно говоря, такие монтажи. Теперь перейду к самой ответственной вещи. Это проходной узел. Проходной узел может быть на межэтажном перекрытии или в стене, если дымоход вы вводите в бок. Это самое, черт побери, пожароопасное место. И именно вот обращаю внимание, если вы строите, или строители строят, монтируют дымоход, смотрите, как они его делают. Что вы должны знать о монтаже проходного узла? Значит, проходной узел рисую, как будто это стена. Значит, стена, как он монтируется? В стене выпиливается квадрат. Стена имеет какую-то ширину. Вот, квадрат имеет какую-то ширину. Выпилили в стену квадрат. Вот, в стене квадрат. Дальше. У вас есть вот эти вот ширины. Их вы берете обязательно термозащитой лист. Либо это минерит, либо флама, либо тачиха, либо даже азбест. Но здесь вы должны прибить к стенам листы изнутри термозащиты. Никакая краска там термозащитная, или что там, смазки, они не действуют как термозащита в длительном времени, в периоде. Они, срок годности, год или два. А вам надо на долгое время. Поэтому из обрезков, или из листов термозащиты, вот это вот все ставится, крепится термозащита. Потом, в эту часть вставляется проходной узел. Проходные узлы бывают двух вариантов. Я про них вам покажу позже. Главное, чтобы сюда вставлялся проходной короб. Значит, теперь рисую, как бы, второй слой. Проходной короб. У него есть фланца. Ну, считаем, что это плоскость, да? У него есть фланца. На эти фланцы он крепится к стене саморезами. Вот это блестящая поверхность. А внутри отверстие. И в это отверстие уже вставляется сэндвич. А расстояние между внутри, между сэндвичем и термозащитой, тут еще бывает, либо короб выглядит, как коробка, либо как круг, что ли. В общем, это без разницы, как выглядит проходной узел. Главное, чтобы он расстояние между сэндвичем и стенками было заполнено наполнителем. Наполнителем только два. Это минеральная вата или киранзвичем. Все. Других нет. Дальше. Про проходной узел. Вы должны понимать, что есть проходные узлы ГОСТовские. Они имеют размер 1 метр на 1 метр. И бывают обычные проходные узлы, не ГОСТовские. Их размеры 48-50 см. Почему такая разница? Потому что ГОСТовский очень трудно куда-либо вставить. Потому что вам нужно в потолке иметь разделку, то есть расстояние между лагами минимум метр на метр. Вот если у вас дымоход для камина, вам нужна 100% метр на метр ГОСТовская разделка. Вы сами, в принципе, этот узел можете сделать. Я вам дальше покажу, как выглядеть этот проходной узел. Если у вас банная печка, то есть если у вас диаметр дымохода самого сэндвича больше, чем 200, больше, если, то вам надо метр на метр. Если у вас сэндвич 200, а вам хватит и 50 см. Вот я вам рассказал все, что касается раздела. Чертить прекращаю. Теперь показываю все остальное. Итак, начали. Значит, проходное устройство через стену. Бывает он, как я говорил, в виде короба, бывает в виде вот такой конструкции. Разницы никакой. Вот эта конструкция. Вот так вот она между стенами проходит. Вот это расстояние забивается минвадой. Вот так вот эта конструкция выглянет. Бывают классические короба. Разницы никакой. Бывают короба уже с минеритом. То есть вот он, минерит проворный. Бывают короба, которые просто берут вот такой обычный короб и еще на стадии до монтажа его отбивают минеритом. Видите, на такие узлы крепится минерит. То есть это обычный купленный короб, в котором сделан сначала минерит, а потом врезан в стену. Я вам показывал рисунок просто как отбить, а тут сделан таким образом. Дальше. Вот проходной узел он вставлен в межчердачное перекрытие. Заметьте, здесь не обидно минеритом. Это для термозащиты. Это плохо. Дальше. Вот забитый минувадой. В общем-то, это про проходной узел. Дальше. По проходникам через крогрик. Вот они, мастер флеши. Резинка такая. Это называется угловой мастер флеш. Самый часто используем. Как он крепится? Ну, собственно, первый шаг. Выбираем кольцо уплотнительным так, чтобы отверстие было на 20% меньше диаметра трубы. Обрезаем при необходимости. Второй шаг. Натягиваем уплотнитель по трубе. Мыльным раствором обличает монтаж. Придаем форму. Давим на уплотнитель вниз и придаем форму по основанию фланца. Наносим герметик под него и дальше фланец шурупований к основанию. Вот как это выглядит на живых фотографиях. Вот мы натягиваем через мыльный раствор. Вот. Крышу монтируем. Вот он готовый. Выпускается в различных он цветовых оттенках, решениях. Вещь очень хорошая, намного лучше, чем вот такой вот сделанной из стали. Это очень сложный монтажер. То есть, бывают стальные, бывают из резины. Срок годности у всех одинаковый. Дальше. Вот как выглядит манерит. Это такая вот, такого цвета панель. Вот как я вам рисовал, он крепится. Вот один лист идет в втулке, второй лист. Вот печка. То же самое на стене. Дальше. Вот, собственно, интерьер бани с листами манерита. Вот интерьер. Отопительные печи для горения бутаков тоже в листах манерита. Дальше. Дальше специально для людей, которые собираются делать дымоходы сами. весьма рекомендую зайти в мой магазин. Называется он «Жар парком». Рекламная пауза, как говорится. Но без рекламы. «Жар парком» и найти раздел ответа на вопросы. В этих ответах на вопросы я из интернета выдрал абсолютно всю информацию касаемо дымоходов и безопасности. как покупается дымоход, что нужно знать, как самому ставиться, что такое конденсат, где взять схему, что такое СНИПа. То есть, в общем, максимум, максимум информации. Особо прошу обратить внимание на пожарную безопасность проходного узла. Смотрите, к чему приводит неправильный монтаж проходного узла. Когда его забивают песком или вообще не ставят. То есть, это вот все реальные люди, реальные деньги, реальные проблемы, реальное горение. То есть, все это почитайте, посмотрите, не выполняйте ошибки других людей. Также в этом разделе часто задаваемые вопросы, собраны информации по отопительным печам, по отбанным печам. То есть, почитав все это, у вас уже не будет вопросов. То есть, прежде чем задать какой-то вопрос продавцу или на форумах, зайдите в раздел ответ на вопросы на сайте Жар-парком и почитайте информацию. Дальше, следующим этапом нашей беседы, то есть, моего монолога, будет рассказ о дымоходах. Пойдемте, посмотрим на дымоходы. Здесь у нас собрана самая часто встречающаяся дымоходная система. Первый дымоходы это сэндвичи из нержавейки. Обратите внимание, для дымоходов, которые сделаны для печей, которые используют дрова, внутренняя труба никогда не проминается руками. Та труба, которая проминается, вот так вот, если ее сжать, проминается, это газовая труба, она дешевле, но расходится примерно через год при дровяном отоплении или дровяной бане. Это прошу заметить еще одну вещь. Если уже у вас стоит дымоход, и вам его надо нарастить, то покупать его придется вам только в том месте, где вы уже его покупали. Потому что стыки у дымоходов разных производителей одного диаметра, внутренние и внешние разные. Заметьте, здесь стакан, здесь юбочка, они друг с другом не состыкуются. Поэтому покупайте дымоход в одном месте. Дальше. вот это дымоход другого типа. В долговечности чуть дольше, чем дымоход из нержавейки. Здесь внутри обивка, здесь используется внутренний слой различные сорта минеральной ваты, там порог или другие. Здесь специальная крошка. и внутри нету никакой трубы. Срок службы подольше, чем дымоходы из нержавейки, но цена где-то процентов на 30 дороже. дымоход. Вот так вот он выглядит. Это переходник на печку, то есть эта деталь вставляется в печь. Дымоход называется вермикулитовый. Дальше. Вот эти дымоходы используются на печах из углеродки и печах из нержавейки. У них примерно один и тот срок службы, что у самой печи. Дальше, если печь чугунная, то есть смысл брать не дымоход из нержавейки, а дымоход из керамики. Бывает дымоход из керамики красивый, но дорогой, бывает менее красивый, но более дешевый. дешевый не значит хуже. Вот она керамика. Это считается самым бюджетным вариантом керамического дымохода. Он где-то в два раза дороже, чем дымоход из нержавейки. Это керамика, которая срок службы, примерно как у чугуна. Здесь нержавейка внешний слой. Дальше. Это дымоход подороже, потому что он сделан то же самое. Внутри керамика стоит. И внешний слой тоже керамика. Так использовал много. Ну или там силикат, кирпич какой-то силикатный. В общем, это дороже, чем этот дымоход. Раза в полтора, может в один и два раза. В общем, он дороже. И в отличие от этого дымохода, он должен крепиться на некий фундамент. Блок, который будет держать дымоход, потому что на печку его не поставить. дымоход спокойно ставится на печи с чугуна. достаточно тяжелый и на чугун его выдерживает. В общем, это все, что я вам показал сейчас разницу между различными типами дымоходов. То, что вы должны знать про дымоходы. Вот посмотрим обычный дымоход собраны. Зачем нужно 0,5 метра высоту видите шов сварной. Вот по нему судя по состоянию дымохода. Если он разошелся и видно искры внутри, дымоход вообще весь демонтируется и на свалку, чтобы не сгореть. В общем-то вот они кольца, которые хомуты, которые стягивают дымоход. Дальше я вам расскажу некие лайфхаки касаемо банных печей. Значит, первый лайфхак это возьмем печь Кукин. Это